Всем привет! Меня зовут Алиса Быковских. Как правильно рулить и тормозить, когда на дороге гололед? И что делать, если вашу машину все-таки занесло? Все это мы расскажем в ближайший месяц. А пока первый урок. Обучать меня станут инструкторы Барнаульского центра высшего водительского мастерства. Я уже готова рулить и давить на газ, но, к моему удивлению, занятие начинается не с этого. Оказывается, летом у нас вырабатывается летний стиль вождения, который абсолютно не подходит для зимы. Мы очень резко воздействуем в критической ситуации на рулевое колесо. Мы очень резко тормозим. Если говорить о зиме, то вот такое воздействие на автомобиль, оно будет вызывать дестабилизацию автомобиля. Мы будем вызывать искусственный занос, может быть, даже вращение автомобиля. На первый взгляд все кажется легко и понятно. Главное – не делать резких движений. Для начала попробую просто проехать на небольшой скорости и затормозить. Я как-то привыкла, что летом нет снега. Я торможу, как обычно, но почему-то что-то сбиваю. Вот опять я что-то сбила. Я нажимаю на тормоз, а машина продолжает ехать. Летом такого не бывает. Зимой самые эффективные способы – это прерывистый либо ступенчатый тормоз. Ступенчатое торможение, когда мы не просто фиксируем тормозную педаль, а мы ее приотпускаем в момент, когда к задней колеса чувствуем, что заблокируется. И потом опять додавливаем. Приотпускаем и додавливаем. Даже после инструктажа тормозить правильно получается не с первого раза. Техника понятна, но вот многие работают по летней привычке. Просто резко жмут на тормоз. Хорошо, что это была фишечка, а не чья-то машина. Еще две попытки, и с третьего раза у меня получилось. Итак, резюмируем. Зимой не получится тормозить по летней, просто нажимая на тормоз. А чтобы мышцы начали работать по-новому, надо потренироваться. Только делайте это в безопасном месте. Соревнования настоящих мастеров пройдут 21 ноября. Здесь, на речном вокзале. Если у вас нет возможности прийти, включайте наш телеканал. Мы будем вести прямую трансляцию. Кстати, она будет доступна и на сайте katun24.ru. Алиса Быковских специально для новостей. Продолжение следует... Продолжение следует...